Привет, ребята, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть 60 секунд в режиме выживания. В предыдущем выпуске мы с вами всё-таки убедились в том, что персонажи у нас, скажем так, очень чувствительны к всем действиям, которые мы выполняем, пока они находятся в убежище, соответственно. И нужно их не забывать вовремя кормить, поить и следить за тем, чтобы они не сошли с ума. Вот это всё очень критически важно, скажем так. Обязательно и важно, и нужно по понятным причинам, да? Так, так. Вроде пока что нормально, никаких событий таких не происходит. Быть может, Мэри Джейн, конечно, пауку кустит, и это будет замечательно. День третий. Но, когда она становится мутантом, она становится очень-очень полезной. Так, трубы лопнули, и теперь сейчас бункер будет затапливать. День четвёртый. Карта повредилась. И топографическая, и игральная карта это смыло. Но надеюсь, что они быстро починили что-либо из этого. Особенно карту топографическую. Это очень важно. День пятый. В принципе, в убежище всё есть необходимое. И это очень сильно радует. Так, самое время. Вас накормить. Все. Какие-то припасы. Скорее всего, противогаз лопнет. Но зато будет припасов больше. День шестой. Да. Противогаз, конечно же, превратился в отстой полный. Но зато у нас плюс две воды и плюс два супа. Вместо того, чтобы что-то делать, правильно чинить что-то, они за волосатым кроликом охотятся. День седьмой. С топором. Ладно бы ещё за этого кролика волосатого давали что-то интересное. Кто-то постучал в дверь. Нет, мы не будем открывать. День восьмой. Потому что кто-то может заболеть. А нам аптечку не хотелось бы тратить. Просто так, согласитесь. Ну зачем же. Так, пришёл картёжник, по-моему. День девятый. Но мы с ним играть не стали. И правильно сделали, мне так кажется. На десятый день надо их кормить и поить, соответственно. Чё-то пока они не торопятся что-либо ремонтировать. Хотя противогаз надо будет сделать. День десятый. Пора бы уже. Пора, так сказать. Давно пора причём. А вот, замечательно. Так, радиация превышает норму. Слушайте радио. Главное, что я вас всех накормил, напоил. И спать уложил. День одиннадцатый. Чуть ли сиську мы мне дали всем пососать. Так. Групповая терапия. На поверхности выйти. Неизвестное существо начало ручать на нас. Это блинчик. Давай, блинчик. Молодец, что так рано вылез. Я очень рад. День двенадцатый. Это потрясающе. Потому что он нам нужен. Он консервы приносит. Он кучу всяких полезностей даёт. Но надо, чтобы он в убежище попал. Для этого нужна будет аптечка. И ещё перед этим встретиться с ним. День тринадцатый. Что очень и очень по сути важно. Да. Так. Всё ещё состояние пустоши неизвестно для них. Никого не будем отправлять. Не надо. На пятнадцатый день у них кормёжка и попойка. День четырнадцатый. Что очень и очень, в принципе, важно. Для каждого из них, я бы сказал. Состояние пустоши неизвестно. Мусорный бак полон консервов. Ну, чистите этот мусорный бак с помощью справочника бойскаута. День пятнадцатый. Давайте-ка. Приступайте. К марафету. Ну и можете покушать и попить заодно. Шумы от соседей. Нет, мы не пойдём на поверхность. К тому же без противогазов. День шестнадцатый. Потому что это опасно. Можно заболеть. Пить дать. Всё ещё неизвестно. Состояние пустоши. Вот банка для блинчика. Консервов. День семнадцатый. Что-то как-то навоскрылись мы с вами на блинчика, да? Так. Пока ещё рано им давать кушать. Они не могут нормально спать. Нет. Ребятки, извините, но может блинчик прийти в любой момент. День восемнадцатый. Конечно, перед этим, скорее всего, мы пойдём. По его лаю. Он полает, а не выйдут из убежища и будут что-то искать. На поверхности пока всё равно небезопасно. Поэтому пускай сидят. День девятнадцатый. Когда кто-нибудь из них очухается, может быть, пошлём на пустоши. До этого пускай они противогаз восстанавливают. Нехера. Что-то там армия пыталась рыпнуться по поводу карты. День двадцатый. Ну, карта всё равно покоцанная. А никто её восстанавливать не захотел. Так, Мэри Джейн мы не будем отправлять. На пустоши, потому что для Мэри Джейн у нас припасены пауки. Прибыл отряд. Что у нас? Стоп. У нас неужели так мало консерв? О! У нас воды много, консерв мало. Воду дадим. День двадцать первый. Так, нам они что-то дали, по-моему, да? Да, они нам дали карту. Ну, хорошо, я, в принципе, доволен. Это нам очень сильно поможет для блинчика. Кстати, противогаз. Давайте, почините противогаз, будет замечательно. День двадцатый. Да, молодец, молодец. Кто там чинил этот противогаз, не знаю. Но пора отправляться на пустоши. Это будет у нас, конечно же, Тимми. День двадцать третий. Как-то, не знаю, как-то без Тимми все стало монохромным. Это же блинчик. Так, да, блинчик, мы пойдем с картой. Ты нам воду дашь, по-моему, день двадцать четвертый. Или... А, нет, консервы. Консервы он нам дает. Как раз все правильно. Провианта стало столько, сколько нужно, сколько положено, так сказать. Так, надо что-то сделать с Долорес. Справочник Бойскаута, надеюсь. Ей поможет. День двадцать пятый. Надо их покормить, кстати, напоить. Да. С Долорес все нормально. Благодаря справочнику Бойскаута. Меняться мы ни на что не будем. День двадцать шестой. Ну-ка, ся. Ну-ка, ся. Дальше на тридцатый день, да? Сообщение от военных получили. Хорошо, давайте. Карта у вас для этого есть. День двадцать седьмой. Так, пришел Тимми, и он не болен. К счастью, он принес нам, по-моему, пестицида. Одну банку супа. А, нет, пестициды у нас а так были. Ну, про слово почвел. И он пока еще ничего так особенного не хочет. Состояние пустоши еще неизвестно, поэтому никого отправлять дальше не будем. День двадцать восьмой. Хотя можно было бы до Лореса. Допустим, отправить на пустоши. Вполне было бы нормально. Так, надо накормить его. Опять неизвестно, что на поверхности у Тимми день рождения. Надежда, справочник бойскаута. Аптечку я ему не буду давать. Мало ли, может, сожрет ее еще. День двадцать девятый. Маляка. Кстати говоря, может, у него сейчас обезвоживание? Да, у него обезвоживание. Давайте мы его... На всякий случай дадим воды, а то вдруг... Да, вот блинчик. Блинчик у нас сейчас появится. Не зря мы так долго аптечку придерживали. День тридцатый. Замечательно. Блинчик, привет. Хорошо. Ну-ка. Так, мы им все выдали. Безопасно. Так, Тимми отправляем на пустошь. День тридцатый. Так, это... Даже не знаю. Даже не знаю. Отправлять теперь Тимми куда ты... Ну, ладно, иди давай. Хорошо. Может, чем-нибудь найдешь интересное. День тридцать второй. Такой же ведь не исключено. Правда? Правда. Так, на тридцать пятый день. Наша аптечка закончилась. Давайте. Пестициды это идеальное решение. День тридцать третий. Полная аптечка. Это всегда круто. Это всегда замечательно. Очередная радиопередача. Ну, это квест от военных. Что ж поделаешь. Надо. Обязательно. День тридцать четвертый. Обязательно это все нужно. Чтобы жить дружно. С военными. В частности. Так, водяной чип. Да, давайте бутылку воды поменяем на противогаз. Хотя воды у нас не так много осталось. День тридцать пятый. Вот так вода критически нужна. Ага. Мусорный бак становится полон пустых консерв. Ну, у нас для таких вещей есть право с них бойскаута. Как говорится, день тридцать шестой. Ну-ка. 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 Давайте. Чем-нибудь интересненькое. Блинчик лает. Да. Причем не просто лает, а лает часами. Просит снаружи. День тридцать седьмой. Чем-нибудь он принес хорошее? Нет, ничего хорошего он не принес. К сожалению. На сороковый день надо их поить и кормить. День тридцать восьмой. Что-то я не ожидал, что пацанчик вернется. Давайте мы его полечим. Так, две воды принес. Хорошо. То есть есть смысл тебя полечить. И еще надо ему дать покушать. Так, безопасно. Давайте Теда дальше отправим на пустошь. Вроде нормально. День тридцать девятый. По крайней мере, там он не замерзнет. У него бородин чуть ли не до пояса выросло. Жажда. Пока что ничего мне надо давать. Так, Тед. Пойдешь на поверхность. Только давай возвращайся. День сороковой. Хотя, блин, надо было дождаться, пока он покушает. Ладно, что есть, то есть, как говорится. Так, они давно не мылись. Ну, к сожалению, у нас противогаза не дают. Только что Тед забрал их. День сорок первый. Но зато они почистились. Порохом, что ли, мылись? Не понимаю. Так, какой-то человек пришел. Шулер, шарлатан. Пускай там остается. День сорок второй. Вполне себе быть нормально. Главное, топор никуда не девать. А то без топора совсем отстой были, согласитесь. Банда людей, одетая в зеленый. Нет. Идите вы в попу. Одетая в зеленый. День сорок третий. Так. По-моему, тот принес достаточно много провианта. Четыре консервы, четыре воды, одна птичка. Охереть вообще, слушай. Мужик, ты имба. Ты самая натуральная имба. Че тебе хочешь? Ничего пока. Хорошо. А, не знают они пока что на поверхности. Блинчик что-то хочет еще найти на пустошах. Пускай идет. Может, что-нибудь притаранит. День сорок четвертый. Консерву, что ли, принес? Да. Да. Одну консерву принес. На следующий день надо будет кормить, поить. Всех. И вся. Опять какой-то пришел картежник, но его в попу. День сорок пятый. Так, всех кормить и поить надо обязательно, причем. Давайте. Вот, замечательно. Ничего особенного. То есть, да, в этот день не произошло. Кроме трапезы, которую вы так долго ждали. День сорок шестой. Вы же долго и ждали, да, ребятки? Наша любимая семейка. Конечно же. А, неизвестно, что на поверхности. Тимми вернулся в убежище из экспедиции. Выглядел хорошо. Так, какой-то кусок металла руку поранил. Давайте мы дадим аптечку. День сорок седьмой. Чтобы он не болел ничего. Нафиг. Он нам здоровым еще нужен. Снаружи достаточно безопасно. Так, давайте мы Долореса отправим тогда. То есть, либо Долорес, либо Мэри Джейн. Блин. Че поделаешь? Сейчас кто-то заболеет. Тет, наверное, день сорок восьмой. Ну да. Как всегда, Тет заболел. Ну, а что поделаешь? А, он и так, и так заболевает. Давай, Долорес, сиди на поверхность. Может быть, аптечку принесешь. Может, тебе райдера схватят. День сорок девятый. Такое вполне возможно. Че-то давно ничего не было слышно от военных. Ну, может быть, скоро появятся они. День пятидесятый. Вполне возможно. Правда, блинчик? Ага. Точно. Ладно. Так. Так. Надо всех накормить и напоить, да? Блинчик сильно взволнован. Давай, блинчик, иди. Ищи что-нибудь хорошее на пустушек. День пятьдесят первый. Замечательно. Главное, чтобы Долора свернулась. Так, он нам принес бутылку с водой. Молодец. Хорошо, что есть справа с них бойскаута. Можно всякие засоры бы устранить. День пятьдесят второй. Так, Долора свернулась. Но, к сожалению, она с собой не принесла ничего особенного. То есть, по сути, зря ходила только. И что ей надо? Она жрать хочет. Давай дадим. Так, кто пойдет наружу? Тимми пойдет наружу. Это от военных сообщений. День пятьдесят третий. Замечательно. Так. Заседание там целое было, понимаете? Почти как в Конгрессе. В каком-нибудь. Так, снаружи безопасно. Тимми может пойти в поход. Хорошо. Что-то там такое нехорошее. Надо с топором пойти. День пятьдесят четвертый. Так. Вот, давайте мы ей дадим попить. Просто так, на всякий случай. Чтобы она не закопытилась. Когда не надо. Давайте имя принеси нам аптечку. День пятьдесят пятый. Папу надо вылечить. А то от папы останется только скелет. А это совсем не круто. Так. Неподалеку банда пожарных. Надо им дать отпор с топором. Жалко нельзя блинчик использовать в качестве оружия. День пятьдесят шестой. Потому что это было бы очень круто и удобно. Согласитесь. Но зато мы винтовку нашли. И это великолепно. Звуки идут какие-то снизу. Надо фонарем посветить. Посмотреть, что там такое. День пятьдесят седьмой. Так, нашли они чьи-нибудь или нет? Да, нашли две бутылки воды. Это просто великолепно. Немного погулять надо. Блинчика отпустить. Он сам просится к тому же. Почему бы и нет? День пятьдесят восьмой. Так, интересно, он просто так вышел? Нет, он принес с собой банку супа. Это очень круто. Ну, наконец-то они додумались противогаз починить. Все уставшие, но хотя бы что-то пытаются сделать. День пятьдесят девятый. И они починили противогаз, красавцы. Все сделали правильно и четко. Скажем так. Так, кормежка-попойка у вас на следующий день. Так, Мария Женя не произнесла ни слова. Надо с ней поговорить, пока она с ума не сошла. То она любительница. День шестидесятый. Сходить с ума не вовремя. Ну, как я понял, Тимми уже не вернется. Потому что у него что-то долго нет. День шестьдесят первый. Ну, точно. Эх, да уж. Ну ладно, зато мы всем дали покушать и все такое прочее. На поверхности неизвестно, что происходит. Интересно, почему Тимми не вернулся в день шестьдесят второй? Может быть, его рейдеры нашли? Так, Тед понятно. Тед был болен слишком долго и сильно слаб. Он скончался во сне. Воспоминания есть воспоминания. Мы должны держать голову в здравом уме и контролировать то, что происходит сейчас. Да. Так, безопасно. Но мы, Мэри Джейн, не будем отправлять никуда, естественно. Не надо. Это не самая прикольная идея. День шестьдесят третий. Главное, что есть ружье, есть жратва, есть вода. Это великолепно. Собственный сад. Нет, не надо нам собственных садов, грибов, прочего дерьма в убежище. День шестьдесят четвертый. Что нам нужно, так это военные. Да. Военные это всегда как нельзя кстати. Так, блинчик опять хочет погулять. Но, правда, можно отправить какие-то свои потребности. День шестьдесят пятый. Ну-ка. Че, че? Покормить вас надо. Напоить. Я не забыл. На удивление. Маленькие насекомые. Эх, пауки. Может быть, Мэри Джейн укусит кто-нибудь. День шестьдесят шестой. Да, замечательно. Теперь осталось только, чтобы военные пришли. И это просто будет тогда великолепно. Так. Кстати, она ничего не хочет сейчас. Нормально все. Мне вот интересно, как военные к этому отнесутся. Если они придут. День шестьдесят седьмой. Это тогда будет просто полный улет тогда. Вы согласитесь? Так. Лучше проверять почаще, честник. Потому что она долго не ждет, если ты голодает. День шестьдесят восьмой. Ну-ка. Все пока с ней нормально. Ой! День шестьдесят девятый. Что-то мы там с помощью справочника бойскаута не сделали, да? Ладно. Так. На следующий день надо кормить и поить всех. Чем-нибудь заняться. Ну, давайте. Поиграйте в шашки с Мэри Джейм. Так. День шестьдесятый. Ей, наверное, очень весело будет играть, да? Кормить ее пока не надо. Чего не скажешь о Долорес. Ей-то как раз очень нужно. Так. Что-то там с труб капает. Давайте используйте справочник бойскаута. День семьдесят первый. Великолепно. Ну-ка. Снаружи безопасно. Собачка проснулась. И что-то хочет там поискать на поверхности. Пускай идет. Может что-нибудь притащит полезное. День семьдесят второй. Я, честно говоря, только за. Ни в коем случае не против. Собачка нашла у нас консерва, кстати, Мэри Джейм. Вот. Вовремя я обратил на нее внимание. Главное кормить этого монстра. И все будет нормально. Да? Ааа. Опять, ну понятно, что безопасно снаружи и так далее и тому подобное. Ну, нафиг. У нас пока провианта полно. День семьдесят четвертый. Ну-ка. Кстати, опять ты кушать не хочешь. Пока нормально. Кушает редко Мэри Джейм. И уж точно не хочет пить. У нас там, наверное, какая-то своя экосистема внутри. День семьдесят пятый. Ну-ка. И даже никто не нападает на убежище. Вы подумайте. Наверное, боятся сталкиваться с этим монстром. Ааа. Так. Что-то там со шкафом. Давайте фонарик используйте. Может что-нибудь найдете полезное. Патрон, допустим. День семьдесят шестой. Так. Ничего полезного не нашли. На восьмидесятый день надо Долорес дать покушать и попить. День семьдесят седьмой. Ну-ка. Состояние пустоши все еще неизвестно для них. Ну, что ж поделаешь. День семьдесят восьмой. Так. Тут надо долго как-то без еды сидеть. Ты подумай. Отпустить блинчика погулять хотят. Ну, давай, давай, блинчик, иди. День семьдесят девятый. Что он тебе принес, интересно? Полезное или нет? Нет. Ничего полезного он не принес, увы. Так. Хотят что-то там модернизировать радиоприемник. Ни в коем случае. День восьмидесятый. О, Долорес сошла что-то с ума. Что с ней такое? Понятно. Ну, что ж поделаешь. Хотя, с другой стороны, вон она какая-то дочка. Полная силу и энергия. Надо с нее брать пример. День восемьдесят первый. Так. Мэри Джейн, ты меня удивляешь. Когда ты будешь кушать? Хе-хе-хе-хе. Эй, деточка. Семена Мэри Джейн нашла какие-то. Не надо. Потому что в таком состоянии из нее не очень хорошее получится. День восемьдесят второй. Этот, как его садовник, да? Точно вам говорю. Так, снаружи безопасно. Это понятно. Может, нам удастся поговорить с ней? Нет, с Мэри Джейн мы не будем разговаривать. А то, если с ней поговорить, она может убежать. День восемьдесят третий. Она и так, и так убежала. Ёпте. Да. Понятно. Ну, ладно. Все воняет. Все воняет, понятно. Давайте узнаем, почему там воняет-то в убежище. День восемьдесят четвертый. Ну-ка. Консерву нашли. Которая из крысы получилась. Что-то там танк какой-то. День восемьдесят пятый. Зря, кстати, Долорес дали выйти. Нельзя было. Она могла не вернуться в состояние сумасшествия. Но нашла противогаз. Так. Блинчик сильно взволнован. И на улице много-много рейдеров. Это совсем не камильфон. День восемьдесят шестой. Ну-ка. Ух, нихера, птичку нашел. Вот это красавчик. Так. Танцующий таракан, идите отсюда лесом. У нас есть справочник Буйскаута. День восемьдесят седьмой. И Долорес, на удивление, пока что ничего не поломала. Или... Понятно. Она радио покоцала. Все ясно. Так. Кто-то там... Банда головорезов. Идите в попу. У нас есть винтовка. День восемьдесят восьмой. И мы вроде как дали им достойный отпор. Мало им, по крайней мере, не показалось. День восемьдесят девятый. Даже не заболел, на удивление, Долорес. Не прикиньте. Ну, с другой стороны, на улице нету радиации, в принципе. День девяностый. О, она устала. Хорошо. Мы следовали по карте и нашли какую-то непонятную штуку. После этого наши розыски закончились. Видеокар... Ой. Карту повредили. Ломятся люди, которые настроены весьма недружелюбно. У нас есть винтовка. День девяносто первый. Что очень и очень важно. А военные что-то... Не появляются. Не появляются военные совершенно. Но, вроде как, припасов достаточно еще. Для одной Долореста. День девяносто второй. К тому же она с ума сошла. Но вроде все устраивает вполне. Так. Отпустить блинчика нужно. Почему бы и нет? День девяносто третий. А может быть еще Долорест придет в чувство? Кто же ее знает-то? Патрона нашел блинчик. Молодец. Хороший песик. Бандиты. Идите в попу. Тут сумасшедшая хозяйка бункера. День девяносто четвертый. Расстреляет. Мало не покажется. Так. На следующий день надо ее кормить. И поить, соответственно. Черт, каждый раз, когда мы хотим проверить разные прекрасные места в нашей окраине, в итоге мы приходим к какой-то дыре. А это нам не очень-то помогает. Планируют страшные похождения. Так ведь пришло время починить эту чертову карту. Ладно. Только состояние сумасшествия у нас может ее починить? День девяносто пятый. Ну, конечно же, нет. Чего тут удивляться-то? Ой, уши. Ведро противно пахнет. Надо чистить его. День девяносто шестой. Ну, блин. Военные, где бы. У нас даже противогаз уже подготовлен. Для встречи с вами. Зато головорезы регулярно приходят. День девяносто седьмой. Мы с ними уже чуть ли не чай пьем. В гости заходят. Так. Запасных патронов куда-то пропали. Нужно их найти поскорее. Давайте, давайте, ищите. День девяносто восьмой. Ух, ты подумай. Даже будучи сумасшедшей, она нашла патроны и карту даже. Нихера себе. Военные. Где вы? День девяносто девятый. Военных почему-то нигде нету. Они, наверное, забыли, что тут убежище есть. Зато блинчик регулярно просится на поверхность. Давай, принесет, может, хорошее. День сто. По-моему, он воду принес. Или консервы. Воду принес, да? На. Чуть бы он не забыл дать ей попить и покушать. На удивление. День сто первый. День сто второй. Ну-ка. Давайте уже сто пятый день. Кто-то снаружи пытается выломать дверь. Это неправильно, так нельзя. День сто четвертый. Подумай, а? Нихига себе. Ладно. Так. Нет, мы меняться ни на что не будем. У нас пока что провизии более-менее хватает. День сто пятый. Текст, текст, текст. Вот пока Долорус ничего так не ломает, да? Это очень сильно радует. Ну, конечно, на поверхности не пойдешь. Снаружи тихий день, но все равно Галвариза долбится в двери. День сто шестой. А, но зато она отдохнула. Пока расстреливала бандитов. Молодец. Боевая баба. Уважаю. Блинчик хочет что-то снаружи поискать. Ну, пускай. Я не против. День сто седьмой. Он воду принес. Красавчик просто. Можно, в принципе, из убежища не выходить. Пока я тут с нами блинчик. Правда, он приносит мало, но для Долора схватит. День сто восемь. Вот если он в следующий раз еду принесет, тогда да. Тогда рядом будет полезно. На сто десятый день надо Долорес накормить и напоить. И не забыть. День сто девятый. Ну-ка. Так. Бандиты все контролируют территорию. Ну, понятное дело. Что им еще делать-то? День сто десятый. Ну-ка. Ни хера себе, сколько мы тут уже просидели-то в этом бункере гребаном. Чуть бы он не забыл. Дальше на сто пятнадцатый день нужно будет ей дать все, что она просит. Что? Как так-то, блин? С таким количеством припасов. Ты стерва. Пару выстрелов было достаточно, чтобы обратить этих трусов в бегство. Вопрос, который не дает покоя, что будет, если винтовка будет неисправной или мы используем все наши припасы. Мы надеемся, что такого не случится, иначе нам придется защищаться ножами-вилками. Это был черный день. Для нашей семьи Долорес не смогла справиться со своим сумасшествием и оставила бункер. Мы нашли записку, где говорила, что она ушла искать своего отца. А вместе с отцом они найдут что-то хорошее в пустошах. Мы не собираемся догонять ее. Удачи, Долорес. Из всех мест, в которых мы могли бы погибнуть, это, вероятно, лучше. Или, может быть, нет. Вы провели 111 дней в убежище. Мы все в безопасности. Бороться с наводнением. Это дождь из коробок. Лучшая борьба. Победитель получает все. Ядерный выброс. Начался. Две ноги хорошо. Четыре еще лучше. Установили контакт с военными. Заражение испечья в этом виде. Потеряные в районе. Скромная доля. Групповая терапия. Рейдеры торгуют. Сообщение дня для армии. Бандиты в бункере. С днем рождения. Тимми. Блинчик остался. Бизнес как бизнес. Законно послушных граждан. Человек в голубом. Ошибки. Автобусная станция. Каждая пуля на счету. Быстрая остановка в магазине. Победитель получает все. Мертвый воздух. Рой Бартер. Свидание вслепую. Рататуй. Мы отстояли нашу хату. Соседи снизу. Тимми не вернулся. Болезентеда была слишком долго. Гробовая тишина. Альтернативная диета. Человек-паук. Радиосеансы. Проблемы с радиусом. Минуза. Мы можем слушать разные вещи. Водопровод в действии. Рой. Секреты убежища. Радиосеансы. Радиосеансы. Долореса безумного. Заражение. Что посеешь, что и пожнешь. Мы потеряли дочь. Мы получили. Понятно кого. Мэри Джей не сделала этого. Что-то пахнет хуже, чем мы. Заражение. Саботаж. Коружие. Алло. Остров сокровищ. Бандит не пройдет. Срочное укрытие. Заражение. Мы или они. Бюро находок. Рой. Коружие. Мы отстояли на шоу хату. Бизнес как бизнес. Бандит не пройдет. Срочное укрытие. Ошибки. Мы отстояли на шоу хату. Долорес ушла добиваться личных стремлений. Погибли. Да уж, конечно. Блин. С таким количеством припасов. Долорес, ты тупая. Абсолютно причем. Да и военные тоже. Молодцы. Что ж, друзья. Давайте мы тараный этот выпуск завершим. Надеюсь, вам понравился. Так же, как и мне. Ставьте пальцы. Радобляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.